Приветствую вас еще раз и начать нужно для начала вот с чего. Девушку обязательно слушать. Умение слушать женщину означает понимать то, чего она хочет. Вы писали, что не понимает не понимаете женщин, не понимаете того, что они хотят от вас, не понимаете, как они думают и так далее. И именно если вы сами будете задавать вопросы, девочки, какие угодно, неважно, какие именно, какие угодно вы будете задавать девушке вопросы, то есть это относительно ее жизни, относительно ее существования, относительно ее желаний, ее мыслей, ее стремлений, то она вам расскажет все, начиная от своего детства и заканчивая, собственно, своими мечтами и фантазиями. Так вот, момент здесь вот какой. Девушки, классические девушки, говорят очень много. И обычно мужчины относится к этому, ну, мягко говоря, снисходителем. То есть, ну, говорит и говорит. Какие проблемы? Много чего говорит, много чего, собственно говоря, высказывает, и это придирается. То есть, вы как бы адаптируетесь к тому, что женщина говорит, и перестаете воспринимать информацию, которую она вам дает. Но на деле эта информация очень важна, потому что из нее вытекает, что девушка хочет, чего девушка желает, о чем она думает, чего она боится и так далее. Поэтому слушать женщину означает быть всегда в курсе того, что ей нужно. Потому что она сказала, она забыла, а вы-то помните, и вы можете сделать все, что угодно, и с того, что она говорит, и будете правы. А потом вам же она скажет, ух ты какой-то молодец, что вот сделал, например, такой подарок, да, или, собственно, сводил туда-то, туда-то, туда-то. И это первый момент. Следующее, о чем нужно сказать отдельно, это то, что не нужно рассказывать о себе. То есть, вот разговаривать с девушкой нужно, рассказывать какие-то истории, может быть, какие-то вот события, чем-то делиться нужно. Но рассказывать о себе нет. Рассказывать о себе не стоит хотя бы потому, что иначе вы станете для нее обычным. А девушке нравится, когда мужчина для нее загадка, когда она не знает его. Ей хочется вновь и вновь такого человека познавать. Ей хочется вновь и вновь понимать, что же за человек сидит перед ней или рядом с ней. И это стимулирует такую девочку на общение. То есть, вы можете быть сколь угодно общительным, вы можете быть сколь угодно активным, но чем меньше она на начальных этапах особенно про вас знает, тем лучше для вас. Следующее, о чем хочется сказать, это по поводу общения. Болтливая девушка это нормально, хорошо, естественно, правильно и так далее. Но болтливый мужчина выглядит не слишком-то привлекательно. По крайней мере для большинства девушек. Потому что в нем, в болтливом мужчине, девушка видит как бы самого себя. И как бы отражая то, что она видит в нем на себя, девушка становится неприятно. Простите, она разговаривает. Простите, она говорит. А вы, вы же не веркальное отражение. Вам нужно быть противоположностью. Вам нужно побольше молчать. Женщина очень любит, когда мужчина редко бросает слова. То есть, говорит по существу, по делу, коротко, ясно, четко, взвешенно. Кроме стандартного уважения к такому мужчине, девушка постоянно получает интерес к личности такому мужчину и потребность все время задавать вопросы, чтобы пробраться сквозь броню уверенности такого мужчины. И здесь мы подходим к следующему моменту. Дело в том, что, опять-таки, начали отношений, когда они только формируются, когда они только завязываются, оказывается, очень важно, чтобы мужчина вел себя максимально уверенно, максимально выдержанно. Чтобы девушка чувствовала, что рядом с ней настоящий такой рыцарь, который в случае чего и защитит, и оградит от проблем, и поможет, и все. Здесь важно произвести впечатление. И ресурсов, средств для этого жалеть не нужно. Главное, чтобы девушка видела, что вы можете сделать то-то, то-то и то-то. Чтобы она отдавала себе отсчет, что рядом с ней мужчина, который может. Где-то, когда-то был такой пример, значит, какого-то высокопоставленного влиятельного мужчины. Девушка попросила там, случайно, что это сделать. И он, позвонив кому нужно, все ей организовал буквально за час или полтора. И когда потом уже эту девушку, которая на тот момент уже стала женой этого мужчины, спросили, почему она с ним и что она нашла в нем, она ответила очень показательно. Она сказала, когда возникают проблемы, этот мужчина звонит по телефону, решая их. И тот человек, которому он звонит, не его мама. В принципе, смысл данной фразы вполне себе ясна. И приятно показать, что истинный мужчина тот, кто независим и способен из любой ситуации найти выход, любую проблему девушке решит. Именно девушке проблема. Потому что другие проблемы ее, в принципе, не так уж и волнуют. Дальше, о чем нужно сказать один. При всей вот этой вот, собственно говоря, уверенности в себе такой, мужчина же, по мнению девушки, должен быть и ласковым, когда нужно, и обходительным, и вежливым, и так далее. То есть обладать выдержкой, терпением и достаточным интеллектом для того, чтобы обладать словарным запасом, необходимым для поддержания диалога не только с ней, но и, допустим, с ее родителями, с ее родными и так далее. И здесь наиболее показательным, наверное, моментом, примером является то, что мужчина обращается с детьми, не важно чьими, своими, чужими, не важно. Как он с ними обращается, очень важно для девушки. Тот мужчина, который при всей своей уверенности, жесткости, самоуверенности, брутальности и так далее, с детьми ведет себя ласково, нежно, берегно, чувственно и так далее, не жалеет времени на детишек и так далее. Потому что девушка, как потенциальная мать, такому мужчине доверяет больше. Потому что знает, что он будет не только хорошим мужем и спутником жизни, но и достойным отцом. И здесь мы подходим к следующему моменту, что любая женщина – это потенциальная мать, потенциальная хозяйка, которой важна стабильность, которой важна надежность, которой важна определенность и защищенность. Соответственно, если мужчина при всех своих достоинствах является достаточно ветреным, меняющим свои решения постоянно, то девушка естественно к такому человеку относится с подозрением. Она не может на него положиться, она не может рассчитывать на него в трудную минуту. Имеется в виду трудная минута, здесь уже не ее личные проблемы, а скорее характер, связанный уже с бытом, уже совместным проживанием. То есть, немножечко план чуть другой стал. И вот, тут тоже нужно понимать, что женщине лично необходимо быть уверенной в том, что мужчина всегда будет рядом, даже после того, как ее, скажем, завоюет, скажем, сделает своей, даже после этого он все равно будет с ней. И здесь мы подходим к одной важной особенности. Каждая женщина по своей сути собственница. Она стремится сделать мужчину максимально своим. Она стремится укротить его. Ну, это чисто женская черта от женской природы. Такое идет поведение. Тут уже ничего с этим не поделать. Это дороже на самой природе такой женщины. И, значит, надо понимать, что женщина будет отбирать у мужчины все больше и больше его времени, свободы, энергии, силы, ресурсов. И так далее. И что для женщины это все предельно важно. И вам нужно понимать, что вовсе не обязательно жертвовать с собой. Тут необходимо установить границы. Женщина в данном случае ведет себя как ребенок, проверяя, насколько она может, скажем, управлять мужчиной, насколько она может диктовать ему свои условия и прочее. И вот очень важно, чтобы вы вовремя очертили границы, которые она пытается нарушить. И сдвинуть, конечно же, в свою пользу. И здесь, в этом случае, необходима настойчивость, необходима терпеливость, необходима выдержка, чтобы спокойно, без агрессии, давать девушке понять, что что-то для вас важно. Чем-то вы не поступите. Что-то вы никогда не предадите. И так далее. Этот момент также никогда не нужно упускать из видов. Дальше, о чем можно сказать, это о ссорах. Ссоры, они бывают всегда и везде, и все люди ссорятся, любая пара испытывает на себе действие конфликта. И очень важно понимать, что ссори, кричащая женщина это явление нормальное, естественное, а кричащего мужчины нет. Он выглядит жалким, он выглядит слабым и так далее. Женщина может говорить мужчине все, что угодно. В силу своей логики, мужчина, как правило, понимает, почему женщина это говорит. И даже если ему обильно слышать какие-то моменты, он все равно это, скажем так, забудет рано или поздно. Но вот если женщину оскорбить, она это запомнит всегда. И будет помнить, наверное, всегда. И чтобы этого не было, нужно, чтобы мужчина никогда не оскорблял женщину. Чтобы он никогда не говорил ей тех слов, которые она запомнит. тех слов, которые могут испортить любые, даже самые хорошие отношения. Ну и хочется сказать так. Женщина любит сильных мужчин. Сильных это значит, которые могут обеспечить ей полную защиту, обеспечить ей надежность, обеспечить стабильность и так далее. А мужчина любит женщину за ее слабость, за то, что она уязвима. Мужчина любит женщину за то, что именно с ней он может проявить все свои истинно мужские качества. Мужчина любит женщину за то, что только с ней он может по-настоящему раскрыться как мужчина. И потому не нужно женщине спорить, не нужно пытаться подавлять ее, не нужно пытаться доказывать что-то ей. Женщина сама, даже понимая, что не права, в силу того, что всегда считают, что мужчина сильнее ее. А в противном случае, если она знает, что он слабее, она его не уважает, а раз не уважает, значит не любит. Так вот, она всегда знает, что мужчина сильнее ее, все стерпит, все поймет, все выдержит. И если мужчина не оправдывает ее ожидания, то это, к сожалению, приводит к очень плачевным результатам. Результатам таким, что пары рушатся, браки распадаются, а мужчина остается один, а женщина перестает верить такому мужчине, уважать его, ценить и любить. На этом все. Надеюсь, что вам было интересно и полезно услышать все, что я сказал. Продолжение следует...